Привет-привет, друзья! С вами Елена Викторовна, ведущая канала OK English Elementary, где мы с вами проходим дополнительные примеры, которые вам обязательно пригодятся, если вы проходите грамматику Essential Grammar in Use. Английская грамматика для начинающих. Essential – самое важное, самое необходимое. Сегодня в уроке номер 23 мы разбираем дополнительные примеры использования таких вспомогательных глаголов, как be, do и have. Мы все это прошли с вами ранее, мы уже все знаем, поэтому данный урок можно рассматривать как стоп-урок. То есть просто повторяем, как бы актуализируем свои знания и двигаемся с вами дальше навстречу новым материалам. Итак, содержание нашего урока на сегодня. Мы вспоминаем, что же такое Present Continuous, am is are, да, глагол be. Мы вспоминаем, что такое Past Continuous, глагол be for me was or were. Мы вспоминаем, что такое Present Perfect. Это вспомогательный глагол have и has, он будет фигурировать в этих временах. И мы с вами вспоминаем два времени Simple. Present Simple и Past Simple, где у нас будут появляться вспомогательные глаголы do, does и did. Опять же, ничего нового. Мы с вами помним, что Present Continuous говорит либо о процессе, который имеет место сейчас, либо о действии, которые прямо-прямо сейчас происходят. То есть, вы смотрите на человека, он как раз этим занимается, он является делающим это, he is doing that. Past Continuous, все тоже только со сдвигом точки на прошлое. Либо вы в прошлом были вовлечены в какой-то процесс в этот момент, либо в этот момент человек как раз был в процессе выполнения, he was doing that, он был делающим это. Далее, Present Perfect, результаты, которые для нас сейчас важны. То есть, что-то там случилось, и сейчас нам важно об этом сказать. I have done that. Я это сделал. Все, вот она я. I have done that. Я это сделала. И Simply говорят просто о каких-то простых регулярных, постоянных действиях. I don't do that. Я этого не делаю. I didn't do that. Я этого не делала. То есть, тут все просто понятно. Это в двух словах, друзья, то, что мы уже знаем. Если вы хотите более подробных объяснений по данным временам, то welcome в предыдущие уроки повторяйте. Итак, мы с вами в этом уроке, скажем так, подводим черту под вспомогательными глаголами. И, наверное, три действительно самых важных глагола, вспомогательных глагола в английском языке, вспомогательных, то есть те, которые помогают нам привязывать предложение ко времени. Это be, do и have. Be в такой форме никогда не будет фигурировать, как вспомогательный глагол, но всегда будет меняться. Do может появляться, может появляться вариант does, может быть прошлая форма did. Have, опять же, может появляться в таком виде, либо в варианте has. Это не единственное, что может произойти с данными глаголами, потому что, например, есть еще времена past perfect, например, и past perfect continuous, где у нас будет вариант глагола had, но об этом мы не будем говорить в рамках данного курса. Также мы с вами знаем, что еще у нас есть пассивный залог. Мы разбирали его на протяжении двух уроков, и в этом уроке мы пассива касаться не будем. Не буду я вам еще пассив сюда добавлять, потому что урок будет резиновый. Поэтому вот в таком виде работаем. Итак, первые пять примеров мы с вами смотрим на глагол be в форме present continuous, m is r, его варианты. My mother is cooking now. My mother is cooking now. Моя мама сейчас готовит. Если говорить по-русски, мы помним, что англоязычный человек воспринимает это так. Моя мама сейчас является какой? Готовящей. То есть я на нее смотрю, какой она человек по действию. Она человек, который что-то готовит. Она готовящий, куховарящий, да, человек, если вот можно подобрать такой вариант. Так смотрят на это англоговорящие люди. Ну, мы по-русски так не говорим. Мы говорим действия и просто даем комментарий. Сейчас. Моя мама готовит сейчас. My mother is cooking now. Именно is помогает показать, что сейчас мама такая. Если is убрать, то времени не получится. My mother cooking – это вообще ни о чем в английском языке. Это предложение будет построено неверно. Следующий пример. Today she is wearing a skirt and a t-shirt. Сегодня на ней надета юбка и футболка. Итак, мы с вами говорили о глаголе wear. Если вы хотите сказать, что сегодня на человеке надета такая-то одежда, мы не будем говорить об этом в simple. Нельзя говорить today she wears. Ну, то есть, можно в принципе, но чаще все-таки вы услышите такой вариант. Today she is wearing. То есть, какая она сегодня по одежде. Она сегодня является носящей именно такую одежду. A skirt – юбку. And a t-shirt – и футболку. Is Robert playing football now? Is Robert playing football now? Роберт сейчас играет в футбол? Мы хотим узнать, чем Роберт занимается прямо сейчас. То есть, каким он является по действию. Он является человеком, играющим в футбол. Robert is playing football. Ну, если мы хотим задать вопрос, мы помним, у нас происходит перестановка. Is уезжает в позицию перед автором действия. То есть, получается, is Robert playing football now? What are you doing just now? Что ты делаешь прямо сейчас? What are you doing just now? Just now. Прямо сейчас. Вот в этот момент. То есть, каким ты являешься по действию. Что ты делаешь прямо сейчас? И, друзья, мы помним, что you, несмотря на то, что может переводиться на русский как ты, в английском языке всегда используется с are. То есть, есть такой момент, нельзя говорить you is, можно говорить you are. What are you doing? Что ты делаешь just now? Прямо сейчас. То есть, каким ты являешься по выполняемому действию. Пятый пример. Why are you learning English? Зачем ты изучаешь английский? Why are you learning English? Так, что у нас здесь интересно, друзья мои? Можно бы было задать вопрос Simples и спросить why do you learn English? Но здесь мы бы просто как бы не показали бы процесс. А вот конкретно вот в этом примере я понимаю, что человек увлечен процессом изучения языка. Вот я прям даю акцент на вот это слово. Процесс, процесс, процесс. Человек его изучает. И я хочу узнать, зачем он делает этот процесс. Why are you learning English? By the way, you can write me in your comment. Кстати, можете написать в комментариях. Why are you learning English? What is your aim? Какова ваша цель? Можете писать по-русски, можете писать по-английски. И этот вопрос, кстати, не лишним будет задавать себе. Потому что если вы что-то делаете долго, вы должны понять, зачем вы это делаете, какого результата вы ожидаете и за какие сроки. Друзья мои, когда вы отдаете себе в этом отчет, процесс идет быстрее. Итак, еще разочек повторяем эти пять примеров. Двигаемся дальше. My mother is cooking now. Today she is wearing skirt and a t-shirt. Is Robert playing football now? What are you doing just now? Why are you learning English? Great. Let's go next. Так, теперь, друзья, мы посмотрим на past continuous, когда у нас после was или were будет стоять глагол sing, то есть выполняемые действия, процесс, который был незакончен. Итак, сразу вспоминаем, что очень часто мы используем на контрасте past simple и past continuous. И можем сказать что-то примерно такое. When she called me, I was driving a car. When she called me, I was driving a car. Когда она позвонила мне, я вел машину. У нас есть длинное действие. Человек вел машину. Он был в процессе этого действия, и тут бац, мы прервали это действие каким-то другим действием. В данном случае звонком. То есть звонок был коротким действием, а вождение автомобиля было длинным действием. То есть вот когда у нас в английском такая ситуация, мы, кстати, подробно об этом с вами говорили в одном из предыдущих уроков, где мы сравнили past simple и past continuous, мы должны длинное действие указать вот именно в такой форме. Был делающим. Когда она позвонила, я был каким? Я был водящим машину. Или по-русски скажем, я вел машину. I was driving a car. Tom was writing an email for two hours this morning. Tom was writing an email for two hours this morning. Том писал email в течение двух часов этим утром. Когда в английском языке мы хотим показать процесс и даже ограничиваем его какими-то временными рамками, и мы для этого, опять же, если говорим о прошлом, используем past continuous. Том в каком был процессе? Каким процессом он был занят в течение этих двух часов утром? Tom was writing an email. То есть, потому что здесь вот это пояснение есть, как долго он это делал, вот этот акцент на процесс, естественно, мы не можем здесь сказать плоско. Tom wrote. Mike wasn't wearing his uniform at work yesterday. Mike wasn't wearing his uniform at work yesterday. Mike не носил свою униформу на работе вчера. Мы уже с вами о were говорили, то есть, когда человек носит на себе в течение дня одежду, мы предпочитаем в английском языке для этого continuous, и в данном случае, так как мы говорим о вчерашнем дне, at work yesterday, да, рабочий день вчера, то есть, естественно, мы не можем уже использовать present, мы должны ставить be в форму was. Mike was, wasn't в данном случае, да, Mike wasn't wearing, и дальше все остальное пояснение. То есть, не носил он свою униформу. Uniform, униформа. Пример 9. Sorry, I wasn't listening. Could you repeat it again, please? Sorry, I wasn't listening. Could you repeat it again, please? Простите, я не слушала. Вы бы не могли повторить снова. Could you repeat, please? Это вежливая форма что-то сделать. Не могли бы вы это сделать? Could you? И дальше действие, которое вы бы хотели услышать, увидеть выполненным, да, Could you repeat? Не могли бы вы повторить? Repeat, повторить. It – это то, что было сказано ранее. Again, please? И видим continue. Sorry, I wasn't listening. Почему здесь используется past continuous, который выглядит как was, not и действие с ing? Во-первых, ясное дело, что человек не слушал когда-то там в прошлом, да? Второе. Он хочет сказать, что этого процесса не было, да? Я вообще был занят другими делами. Я вас вообще не слушал. I wasn't listening. Как бы прямо аж напрашивается здесь past continuous. Запомните этот пример. Очень хороший. И ситуация 10. Что ты делал целый день вчера? Ну, раз видим целый день, значит, мы хотим узнать о процессе. Раз хотим узнать о процессе в прошлом, чем, каким был занят делом этот человек, то, естественно, будем использовать в данном случае were и thus in. What were you doing? Обращаем ваше внимание, что здесь у нас вопрос, поэтому мы снова делаем перестановку you и were меняем местами. Не what you were doing, да? А what were you doing? Чтобы получить вопрос. Так, тут, надеюсь, все понятно. И давайте перечитаем наши примеры снова. When she called me, I was driving a car. Tom was writing an email for two hours this morning. Mike wasn't wearing his uniform at work yesterday. Sorry, I wasn't listening. Could you repeat it again, please? What were you doing the whole day yesterday? Отлично. Далее, друзья, мы вспоминаем наш любимый present perfect. Здесь, опять же, ничего нового для вас не будет. Просто вспоминаем. Основные случаи использования present perfect. Каковы они? Первое. Мы говорим об имеющемся на данный момент опыте, который мы получили ранее. Мы говорим о действии, которое произошло буквально только что или произошло уже, несмотря на наши ожидания, или не произошло еще, несмотря на наши ожидания. Мы хотим, например, узнать о том, имеется ли результат к текущему моменту, случилось ли уже то, что должно было случиться. И вот в этих случаях, это типичные случаи, когда мы используем форму present perfect, которая обязательно включает в себя have либо has, и действие в третьей форме. I have just opened the window. Я только что открыла окно. То есть я уже сделал это действие. Посмотрите, окно открыто. Почему оно сейчас открыто? Ведь ранее оно было закрыто. Потому что я его открыл. I have opened the window. Have opened present perfect. Слово just говорит о том, что это недавно случилось. Have just opened. Пример 12. I have been to Cuba. Я бывал на Кубе. Имеется жизненный опыт, когда человек проживал или хотя бы немножечко был проездом на славном острове Куба. I have been to Cuba. У меня есть такой жизненный опыт. Я могу вам об этом рассказать. И показать, например, даже фотографии. Пример 13. I haven't seen this cartoon before. I haven't seen this cartoon before. Я раньше не видела этого мультика. То есть человек утверждает, что он видел много мультиков. И тут вдруг выясняется, что именно этот мультик он до сих пор не видел. У него нет такого жизненного опыта. Чтобы показать, что такого опыта у меня нет. Опыта просмотра конкретного мультика. Мы говорим об этом с помощью present perfect. I haven't seen this cartoon before. Haven't seen present perfect. Have, not, вместе, дают такую спаечку. Haven't. И действие в третьей форме seen. Если переводить дословно, я не имею опыта видения этого мультика ранее. Я имею опыт пребывания на Кубе. Далее, пример 14. Она сдала свои экзамены. То есть я знаю, что моя подруга, у нее как раз сессия, она сдает экзамены. Я не знаю, сдала ли она их или нет. Но у меня есть еще одна подруга, наша общая, которая, скорее всего, в этот момент знает. Поэтому я у нее спрашиваю. Есть ли результат? Она, наша общая знакомая, уже сдала свои экзамены. Уже я добавляю при переводе, просто чтобы показать вот этот акцент. Имеется ли действие? Has she passed? Так как у нас вопрос, друзья, мы have или has. Точно так же, как am, is, are, was, were, меняем местами с автором действия. Has she passed? Не she has passed, а has she passed. И немножечко меняется интонация, естественно. Пример 15. Why have you done that? Why have you done that? Зачем ты это сделал? То есть что-то человек такое сделал. Я не понимаю, зачем он это сделал. Я просто стою такая, знаете, в шоке и говорю. Why have you done that? Зачем ты это сделал? То есть я вижу результат, да, это сделано. И я хочу просто узнать, зачем. Меня не интересует, когда. Меня интересует, что сейчас это есть. И зачем оно вот сейчас перед моими глазами. Why have you done that? Окей, повторяем еще разочек. Эти пять примеров. I have just opened the window. I have been to Cuba. I haven't seen this cartoon before. Has she passed her exams? Why have you done that? Good. Теперь, друзья мои, последние пять примеров. Здесь мы будем говорить о временах simple, present simple, past simple, так как формат нашего плейлиста 20 примеров. Я не буду выделять по пять примеров на каждое из времен. Я думаю, что они настолько базовые, что вы уже умеете ими пользоваться, но все же. Давайте с вами вспомним, что в отличие от предыдущих двух времен, где вспомогательный глагол am, is, are, was, were, have или has всегда присутствовал в предложении, во временах simple, present simple и past simple вспомогательный глагол будет не всегда. В утверждениях его нет. В утверждениях есть только само действие. А вот в вопросах отрицания вспомогательный глагол появляется. Потому что здесь мы с вами увидим только примеры вопросов и отрицаний. И иногда, очень редко бывают ситуации, когда и в утверждении появится вспомогательный глагол, но это уже, скорее, такое, знаете, редкое исключение. Оно может вам встретиться. Я думаю, что вы уж как-нибудь разберетесь, если вам такой вариант встретится. Все-таки это нетипично. Типично, когда у нас есть что-то типа don't или doesn't или didn't. Типично, когда у нас вопрос do you, does he, did she. И давайте посмотрим, как это работает. Пример 16. He doesn't like fishing. Он не любит рыбалку. Doesn't like, не любит. То есть мы говорим о факте его жизни, о его типичном интересе, о том, что он обычно делает. То есть обычно он не любит что-то там. He doesn't like. Не смотрите на окончание in у слова fishing. Здесь оно не имеет абсолютно никакого отношения к временам. Fishing в данном случае переводится как рыбалка. He doesn't like fishing. Он не любит рыбалку. Пример 17. I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Я не говорю по-испански. То есть я не делаю этого действия. Или я вообще не умею говорить на испанском. Я этого просто не делаю. Это часть моей жизни. Это моя реальность. I don't speak Spanish. Don't speak. Не говорю. Мы не можем, как в русском, сказать I not speak. Для англоговорящего человека это будет звучать очень странно, но не поймет, что вы имеете в виду. Скорее всего воспринято это так. Я не говорить по-испански. Что не говорить? Когда не говорить? Ничего не понятно. Чтобы было понятно, добавляем do. I don't speak. Или he doesn't like. Нельзя говорить he not like. Или he like not. То есть русский вариант построения фразы здесь абсолютно не подходит. Пример 18. Do you play football every day? Do you play football every day? Ты играешь в футбол каждый день? Здесь у нас есть регулярность every day. И мы с вами помним, что когда действие является типичным для человека, и происходит с какой-то определенной регулярностью, в этом случае, естественно, мы используем время present simple. В данном случае это вопрос, поэтому мы видим построение фразы такое do you и наше действие. Действие, напомню, в форме инфинитива. Do you play football every day? Do you play? Ты играешь? Во что играешь? Футбол, регулярность every day. Пример 19. She didn't want to be alone yesterday. She didn't want to be alone yesterday. Она не хотела быть одна вчера. То есть вчера, yesterday, ага, уже никакого present быть не может в принципе. И было какое-то действие, которое она не хотела делать. She didn't want. Она не хотела. После ту мы указываем второе действие. She didn't want to be. Она не хотела быть. Be alone – быть в одиночестве. Или оставаться одной. И yesterday стоит точно так же, как every day стоит в конце. She didn't want to be alone yesterday. Нельзя говорить she not want или not wanted или wanted not. Я понимаю, что у меня ученики начинающие, они многие падки на всякие выдумывания в английской грамматике. Я придумываю того, чего нет в названии русской грамматике. Нет, здесь просто наши шаблончики, которые, в принципе, мы уже все с вами разобрали вдоль и поперек. Просто повторяем еще раз, как строится фраза. И пример 20. Where did you spend your last holiday? Where did you spend your last holiday? Где ты провела свой прошлый отпуск? Holiday в данном случае удобно переводить как отпуск. Last holiday – прошлый отпуск. То есть, если last, значит прошлое. Если прошлое, значит past simple в большинстве случаев. Where – после этого ставим did – вспомогательный глагол. Потом автор действия you. Потом действие spent. Обратите внимание, что действие будет в начальной форме. И, кстати, вот есть вот эта особенность, на которой многие спотыкаются из новичков. Они привыкли же, как в русском языке, я проводила, я хотела, прошлое. И если мы строим отрицательное предложение или вопрос, то забываем о том, что в английском языке при появлении did наше действие возвращается в начальную форму. Нельзя говорить didn't want it. Слишком много прошлого. Did на себя взяло время. Want просто показывает действие. Она не хотела. Вот так вот. Where did you spend, а не did you spend. То есть, вторую форму здесь не надо использовать. Did на себя взяло время. Spent лишь показывает действие. Поэтому, друзья мои, вот если посмотреть на это так, то смотрите. Неважно, у нас там present simple или past simple. Если у нас отрицание, то сначала идет автор действия. He, I, she. Потом вспомогательный глагол not. Doesn't, don't или didn't. Потом действие в начальной форме. Неважно, кто там автор действия. Like, speak и want. Потом все остальное. Если у нас вопрос, неважно, present simple или past simple. Сначала идет вопросительное слово, если оно нужно. Were. Если вопросительного слова нет, то мы начинаем наш вопрос со вспомогательного глагола. Do или did. Потом автор действия. You. Потом действие в начальной форме. Точно так же, как было в отрицательном предложении. Play, spend. Потом все остальное. Это просто нужно запомнить и отработать до автоматизма. Все, друзья мои, наши примеры мы разобрали. Еще разочек повторяем эти пять ситуаций. He doesn't like fishing. I don't speak Spanish. Do you play football every day? She didn't want to be alone yesterday. Where did you spend your last holiday? Теперь, друзья мои, мы повторим полностью все наши примеры. Естественно, я буду говорить чуть быстрее, паузы будут меньше, поэтому старайтесь повторять хотя бы в моем темпе. My mother is cooking now. Today she's wearing a skirt and a t-shirt. Is Robert playing football now? What are you doing just now? Why aren't you learning English? When she called me, I was driving a car. Tom was writing an email for two hours this morning. Mike wasn't wearing his uniform at work yesterday. Sorry, I wasn't listening. Could you repeat it again, please? What were you doing the whole day yesterday? I have just opened the window. I have been to Cuba. I haven't seen this cartoon before. Has she passed her exams? Why have you done that? He doesn't like fishing. I don't speak Spanish. Do you play football every day? She didn't want to be alone yesterday. Where did you spend your last holiday? Окей, друзья мои. Далее. Вот ваше домашнее задание. Переведите данные предложения на английский язык. Сделайте это в начале письменно. Подумайте. Сверьтесь с тем, что мы с вами разобрали на уроке с предыдущим слайдом. После этого обязательно сделайте вторую часть задания. Устно научитесь быстро давать перевод данных предложений. My mother is cooking now. Today she is wearing a skirt and t-shirt. Robert is... Это вопрос. Is Robert playing football now? И так далее. То есть, делайте это быстро. Постарайтесь говорить быстрее. Подгоняйте себя. Постепенно у вас это получится, если вы будете делать такой вид задания. Если не будете делать, естественно, ничего не получится. И последнее. На сегодня домашнее задание, пожалуйста, предложите окончание каждой из фраз. Ваш вариант. I am. Например, I am sitting now. They aren't. They aren't drinking tea now. My friends don't. My friends don't like football. He has never... Это present perfect, да? He has never been to Rome. This time yesterday I wasn't. This time yesterday I wasn't drinking tea. И так далее. Вариантов может быть бесконечно множество. Просто потренируйтесь и делайте это максимально быстро. Ну что ж, друзья мои, на этом наш урок заканчивается. Надеюсь, он вам понравился. Напоминаю, что уроки выходят на канале OK English Elementary, который я полностью посвящаю ученикам, у которых начальный уровень английского языка. И все уроки я буду делать исключительно для них. Надеюсь, урок вам понравился. Следите за новинками на канале. Ждите обновлений данного плейлиста. До скорой встречи, друзья мои. Увидимся с вами вскоре. Желаю вам успехов в изучении английского. Bye-bye.